Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из Краснодара. Сегодня у меня будет такой первый опыт посещения вообще футбольного матча на стадионе. И сразу же мы с вами побываем на самом, наверное, крутом стадионе России, по крайней мере, лично для меня, потому что его стоил Галицкий, который для меня является идолом предпринимательства. За ним находится самый лучший парк Краснодара, парк Галицкий его называют. И сегодня мы посмотрим на игру ЦСКА и Краснодара. Так, Сергей меня поправил, сказал, что это стадион лучший в Европе, что лучшие тренеры, когда сюда приезжают, стоят с такими выпущенными глазами, не верят, что это они видят у нас в стране, в России. Так что Галицкому огромнейший респект и спасибо. Мы прошли контроль и теперь идем уже непосредственно на саму арену. И люди уже постихонечку подтягиваются. Ух ты, а тут еще вид на город открывается. То есть стадион сам находится еще и на возвышенности. У нас такой интересный довольно-таки вход, очень красивый, туда для болельщиков. Нам на лифте? Да. Ой, вообще круто. Сюда VIP заходят, ребята. Зона работы с ним. Выход на поле минус второй. Выход по поле. Вот так вот, ребятки. Сейчас мы находимся на первом. Еще есть минус первый. Куча этажей, лифт играет, музыка. Потому что поле находится минус второй этаж, но... Ниже? Под землей, да. Здесь полностью все так же, как и в парке. Обшито итальянским камнем. Травертим, который называется. И заходим непосредственно в сам лифт. Поехали. Знаете, как театр начинается с вешалки, так же и пресс-центр начинается с туалета. Мужской. Так вот выглядит, в принципе, как и везде в Галицком парке. Все очень цивильно и красиво. Это непосредственно пресс-центр, где размещаются все видеофото-журналисты. Здесь можно выпить чай, кофе, вот краски сходить в туалет и положить свои вещи. Ну, а здесь как раз-таки, ребятки, уже выход светает. Светы, я впервые вижу стадию. Охренеть! Вау! Вот это просто эмоции. Там же еще и обогреватели сверху. Чувствуешь тепло? Вот это... Подожди, я эмоции, ребята. У меня волосы дыбал в стаде. Смотрите, реально обогреватели стоят. И действительно чувствуется от них жар. То есть здесь вполне комфортно, в таком одежде, как и мы сейчас находимся. Музыка играет. Интересно, а сегодня будет какое-то вот такое вот видео? Слушай, это же уже идет, да? То есть вот фон В, это реклама, да? То есть это или она стоит? Фон В это растяжки. Они как будто стоят, на самом деле они лежат. Черт. Это для телевидения, а не... Это город самый лучший город на земле. Это Быков Телес. Это, как понимаете, фон Цет. Красно-синий и черно-зеленый. Вокруг эмблемы. Слушай, я честно не ожидал таких эмоций, что вот так вот выйдешь, и будет вот так вот реально красиво, классно. Сергей предлагает подняться вверх. Ну, как в Playmax. Вообще, да. Звук просто огонь. Это все душечки такие, как бы удобные, тем мягенькие. Ну, не мягенькие, пластик, но я вообще имею в виду, они как бы комфортные. Удобные, получается. Очень удобные. Сколько здесь людей помещается? 35-400, по-моему. То есть реально может приехать столько народу. Но ты говоришь, что сегодня, скорее всего, будет не так уж и много людей, да? Ну, во-первых, будний день. Во-вторых, проиграли первый матч 3-0. Это, ну, люди уже... Не в таких количествах. Ну, опять, кто-то купил заранее, уже не выгонит. Да. Слушай, а чем выше, тем дешевле, да? Получается? Нет, это как бы центр, тут вообще все дорого. Это боковые. А сколько примерно стоит? Ой, я не помню. Ну, допустим, фан-сектор, вот этот город самый лучший город. Там они, по-моему, 100 рублей. И что-то в этом роде. Слушай, я не ожидал, что поле отсюда как на ладони. Мне всегда казалось, когда сидишь на трибунах... Это не в стадион, обычно угловые сектора, вообще ни о чем. Вверх. А здесь я не нашел ни одного места, откуда плохой обзор. Я просто вот реально, вот они стоят, как будто до них рукой можно дотянуться. На самом деле. Пойдем. Можно даже сюда подняться. Ну что, вот вам, друзья, последний ряд. Вот он наш медиа-экран. Это самый крутой в мире. Больше ничего аналогов нет. По три пикселя. В каждом мегапикселе. И вот он вид, ребята. Это фантастика. Слушай, меня дух завораживает просто. А ты уже привык, да? Я как на работу сюда хожу. Ну, вот этот, да, ребят. Это там чуть даже повыше. С той стороны на фантастика, да? Да, там как бы реводово на шейху выше. Ну, и оттуда не хуже, ведь. Ну, у меня от высоты, как бы, я высоты не боюсь, для меня это нормально. Плюс, допустим, во всем мире говорят, самые неудобные сектора боковые, вот где угловой флажок. Вот давай пройдем туда. Давай. Так, дорогие друзья, мы стоим в самом верху стадиона Краснодара. Какие же виды открываются. Это просто фантастика. Здесь какое-то сразу настроение поменялось и показалось, что вообще в какой-то другой вселенной мы вместе с вами. Очень круто. Это мы находимся сейчас на самых верхних угловых, где угловой флажок и откуда вот считаются самые дешевые места. И хуже все видно. Ребята, здесь все поле как на ладони. Это реально какой-то нереальный стадион. Ну, я, допустим, был у нас в Анапе на стадионе Спартак. Но я сейчас смеюсь там. Просто то, что вижу здесь, это... Вау. Даже вот там с первого ряда вид был хуже у нас в Анапе на стадионе Спартак, чем мы сейчас здесь стоим на самой верхотуре, на местах, где угловые флажки. То есть на самых бюджетных. Вид просто нереальный. Я думаю, это прям как-то нереально наше будущее, чтобы начать побывать. И так вот, вот, видно. Все, как бы, своими глазами. Потому что я слышал о том, что это, знаешь, дейший стадион. Это того же самого Рубрика, который сегодня здесь на матче. И надеюсь, что мы с тобой, дорогой, встретимся. Да, ты видишь, что мои глаза, потому что, по-моему, еще так мало. Да, да, вот эта эмоция, вот эта местная сила. Хочется, чтобы спорт развивался. И с такими стадионами наши подвестали всех. И вот больно, больно. Вот тут сверху, получается, ложа пресса. Здесь сидит комментатор. И те, кто просто пишут, что здесь вот мальчик. Ну, а мы идем сейчас допивать кофе. И потом пойдем гулять дальше. Мы сегодня из-за того, что пробки жесткие в Краснодаре не успели попасть. Но вот сейчас мы находимся на то место, где и заходит команда. Так могли увидеть. Было бы, конечно, круто посмотреть. Но не посмотрели. Ладно, пробки во всем виноваты. А так могли бы. Вот это автобус именно Краснодара. А это автобус тоже Краснодара. Но на одном приехал. Один гостевой, один для нашей команды. Прикольно. Это 13-й несчастливее. Ну, дай бог, чтобы так и было. А первый должен быть первым. Все понятно. Посмотрим, сработает ли сегодня эта фишечка. Ага, тут и для випов здесь можно покушать взять. Ребята, вот мы здесь прошли. Еще будем выходить на стадион. Кстати, вот на сайте вы можете взять себе экскурсию. Там есть разные форматы. Но примерно так же походить по разным местам стадиона. И на все на это посмотреть своими лично. Отзывается, почувствуйся футболистов, да? То есть, ну, у обычных болельщиков же нет такой возможности. Правильно? Вот это да. Ну что, ребята, чувствуете себя футболистом? Как это круто. Ты выходишь, вот перед тобой поле. И дальше стадион. Просто фантастикер. А вот так вот игроки видят вас, ребятки. Те, кто сидит на трибунах. Нереально круто. Кто мечтал о таких фотографиях себе сделать? Осталось чуть-чуть, и меня позволят попротестировать поле. Поиграть, побегать немножечко. Потрогать можно. Потрогать разрешаю. То есть, можно будет прикоснуться к этому чуду. Вы просто посмотрите на это. Какая фантастик, какая атмосфера. Короче, у тебя минус первый ряд. Ближе только футболисты. Там больше никого нет. О, вот это Вова, это не слегка. Вау. Чупа. Вау. Надеюсь, что это будет видно. Вау. Вот смотрите. Вот это звуки, ребята. Вот это. Ух. Там он мальчик. Вот это звук, да? Стадион оживает, заполняется. Реально как кинотеатр. Слушай, когда мы там стояли, оно так не смотрелось, да? Когда спустились вниз, это какое-то просто фантастическое вид. А, кстати, вот надписи, которые стояли, они просто лежат, но сделаны таким видом, что сверху смотрится, как будто они стоят. Круто. У нас есть возможность походить по газончику. Какой он просто офигенный, ребята. Нежный, классный. И посмотреть как раз таки на поле с разных сторон. О, это пошли, короче, показывать тех, кто пришел. На экранах. И ребята друг другу машут. Класс. Чтоб найти, откуда они это происходят, то здесь операторы. Работа. О. Почувствует себя судьей на ВАРП. О, вот так оно выглядит. Это ВАРП. Прикольно. То есть они подходят сюда, смотрят, а там на них трибуны давят, да? Судью на мыло, все дела, представляете? Вот эти скамейки запасных. И отсюда будет выходить уже непосредственно команда. Они только рядышком сидят. Мне казалось всегда, что подальше. А то могут подраться. Здесь тент. Если дождь идет, тут как бы крыша чуть-чуть не может. Бывает, забивает дождь. Ага, то есть поднимаются. С командами натягивают. То есть получается, те, кто берут места сзади команд, вообще прям рядом все. А, вот. То, что мы пропустили, да? Да. Эх. Вот обидно, честно. У нас было в планах прям поснимать приезд, но, к сожалению, не получилось. И вот мы стоим в центре поля, друзья. Будет выходить команды. Самое главное ожидание. Мы надо посмотреть. Да, это мы были с той стороны с тобой. Где они приехали, получается. Сейчас они по трибуном помещении в раздевалку. Карт находится, готовится к матчу. И когда будет дан старт этого мероприятия, сюда ребята побегут. Фотографы уже заняли, так сказать, наготове места, чтобы быть самых лучших. И пытаются поймать какие-то интересные кадры. А вот так вот мы ловим все самые интересные. Фотограф ЦСКА Аня. Вот тут вверху будет сидеть Галинский. А это вип-трибуна именно для самых близких и самых дорогих гостей. Самые дорогие места и плюс там жены. Понял. А это будут ребята, которые подавать мячики, да? Я так понимаю. Мы сейчас ожидаем выгод команд на поле. Я почувствую себя, Юра, настоящим футболистером. Практически там. Слушайте, ну круто. Ничего не сказать. Я, конечно, не ожидал, что будет настолько прям вау-эффект. Но эмоции того стоили, чтобы вообще сюда прийти. Первый выход. Как раз-таки ребята выходят в вратари. Первые на поле. Удачи. Удачи, ребята. Есть стадион, потихонечку ожидает. Очень круто. Вратарь сборной Матвеев. Матвей Сафонов. А сейчас Акинфеевы. Считай, два крупных воротника. Лучших, да, так сказать, за последнее время. Ну да. Вот он выход Акинфеева, ребятки. Легенда, так сказать. Вау. И стадион тоже приветствует. Вообще, в принципе, команда вышла. Что-то я засмотрел сюда одного Акинфеева. Круто. Да, людей сегодня не так уж и много. Но подтянутся еще, как думаешь. Еще час, да. Пробеда ремонт. В таком формате. Как он? Фантастика, да? Приветствуют команды. Хе-хе. Я знал, что я тебя дойдет, что ты видел. Меня сложно дело сдать, да? Может, и ручкой всем привет. Я обещал, что встретишься. Как-то ничего. Да, нормально. В каком я секторе, скажи. Ты в каком или в каком я? Ну, журналисты там. Не, мы вообще тут вещи перед полем сидим. А ты как садовался? Дверь уже открыта, никто же не выгоняет. Нет, пригласили, говорят, обязательно надо, чтобы Юра пришел, посмотрел, почувствовал этот момент, короче. А я взял 9 билетов еще давно, 9 лет назад. А приехали всего пятером, четверо. Четыре билета толкнул сразу на месте. А, продал там, да? Да, на кассе. А, скажи, по чем билет, скажи? Я за 800 брал. То есть 800. Ну, эти места, короче, у тебя нету. В принципе, на кассе еще билеты не продают. То есть, стадион должен быть полный, по идее. Я продал за 2000, купил за 800. Но если захотел бы, за 2000 купили, то тоже самое. Давайте, билеты, потому что не было. Вот, покажи билет, это Юра... Да, покажи, как билет выглядит, а то тоже интересно. Пойдемте до Рубика дойдем, в общем. Добрый. Сами билеты. Короче, золотые билеты. Почему золотые? Ну, вот они, редкие. Вот так вот. Все, и ты на первых летах будешь сидеть. Да. А мы будем за воротами. А, вы там, как бы? Да, да, да. На той стороне. На той стороне. А, на той стороне. На той стороне. Да, ну, на перерыве увидимся по-любому. Мы тебя раз сидели, здесь этот Карпин был, который там, например, не ждал на заседании. Я хочу Карпин, возьми, Валера, Валера, он подошел. Заводите, фоткали с ним прям вообще четко. Давай, рад встрече, хорошего матча. Так, ну, а здесь находится фан-сектор непосредственно Back-Off. Вот она, надпись. И мы пойдем посмотрим, что там вообще в магазинчиках есть интересного и классного. Пока команды разминаются. Поднялись на второй ряд. И заходим посмотреть. Все, слушай, на улице. Тоже темно, да? Да. А это тут выход на улицу тоже? Все, да. Слушайте, какую простую конструкцию. Ну, вот тебе лестница, он не спустился в тот парк. И какая красота, ребята. Слушайте. Реально, что так все просто. Все гениальное просто. А спорить еще лучше, это не полезно. Мы обходим дальше, отсюда наблюдаем вообще виды на парк Краснодар. Тут даже прям сюда подъезжает скоро. Нереально круто. Так, пойдемте туда дальше. Посмотрим, что там еще внутри есть. Ну, здесь прям вечером виды просто на шикарниче на город. Не знаю, GoPro как передает. Так, видите, лесенки с подсветками. Мы идем на какой-то сейчас, получается? Ну, это как бы на второй ярус подъем. Через улицу, да, происходит он, получается? Да. Потому что вниз как бы ты сразу идешь, а на второй ярус поднимаешься. И при этом мы катались на лифт. Своя аллейка. Крыта. Газы заебали. Тоже очень красиво смотрится все. И вот уже выходы на сектора. Ну, здесь магазин. Здесь можно купить, поесть. Разнообразные блюда. Биф-гриль. Чекен-букер 230. Чизбургер 190. Картофель 145. Соус-серны 35. Липтон-чай 500. Миллитров 140. Сок, пиво Балтика 160 за, сколько там, 450 миллитров. Кофе с двойной сливками 165. Кофе со сливками 230. 135. Слушай, чек-то. Нормальный кофе, кофе черный. 100 и 200. Кстати, здесь не американо, а именно такой, обычный. Вот это фан-шоп. То есть можно всякие разные вещи купить именно в стилистике команды. На втором ярусе, ребята, никого не было. Здесь прям люди чуть ли не дерутся. Ну, то есть сюда с едой нельзя проходить, а покупать здесь можно все, что уже угодно. То есть людей с ограниченными возможностями есть тоже места. То есть с пандусами совсем. То есть стадион максимально продуманный, друзья мои. Надо отсюда еще фотографии все сделать. Как минимум селфи-видео. Я из стадиона. С фан-сектора. Возможность, конечно, побывать на таком событии. Причем побывать не на трибунах даже. Хотя здесь и, в принципе, и трибуны находятся максимально близко, да, к полю. Не за километр. Такое ощущение, как будто сидишь и вот действительно смотришь на то, как ребята будут играть. Это реально очень круто. Слушайте, вот я сейчас смотрю вот на поле и не могу понять, что они так долго-то по нему бегают. Кстати, заработал паук над полем. Красавчик. Вот это. Ребята приходят, видите, с плакатами, с такими крутыми. Поддержку наших дорогих солдат. Это то, что наблюдает уже непосредственно оператор в своих видеоискателях. Этот город самый лучший город на земле. Поддерживаю, особенно с таким парком. Здесь, видите, подготовили болельщики флаги для устройства, перформанса непосредственно. И это прям нереально круто посмотреть и вам показать, передать все эти лица. Думанное, большие молодцы ребята. Огнище. Люди все, самое главное, на позитиве. То есть, если вот какая-то негативная картина могла быть по поводу болельщиков, то наоборот нет. И смотрите с этой стороны. Разминка и отработка. Смотрим. Прямо с первых рядов. То есть, это именно тренирует, как выбивать должен в футболе. Слушайте. Еще раз. Вообще. Круто. Самое классное, это, конечно, возможность потоптаться по травке. Ребята, видео снимают все для своих каналов. Нельзя мешать. Ребята, ребята. Прямо возле самого поля. Можно посмотреть, как тренируются ребята. Красота. Но это уже ЦСКА. Разминка. Выиграет прям как-то нереально классно и интересно. Ребята пошли перед матчем по трибунное подмещение. Быки. И будут готовиться непосредственно к выходу. Я не представляю, как вы это будете все смотреть в 4К формате. Причем это видеоблогерская, непрофессиональная. Прям какая-то, знаете, своя жизнь идет на этом стадионе. Вот и самый главный человек на этом стадионе, Галецкий Сергей, вышел посмотреть на ребят. Ему желаем здоровья, удачи и побольше нам таких предпринимателей, которые строят лучшие стадионы в России и делают лучшие в мире парки для отдыха всех подряд. Ждем, кстати, когда откроется новая очередь. Пускай она будет даже за денежку. Но я туда пойду 100%. Итак, 5 минут до старта матча. Ребята, начинается такой вот перформанс на стадионе. Запускается огромное количество разнообразных экранов, видеосюжетов. И пошла жара. Стадион готовится. Люди потихонечку еще тянутся на свои места. И стадион. Вау. Слушайте, верхние ряды я просто сразу не увидел. Здесь прям вообще очень много людей сидит. Здесь на вип-ложах не так уж и много народу. Вот он, стадион Краснодара. Это замена. Вышли, ребята. По трибуну помещения уже одна команда построена. Видим, что ждут выхода игроков второй команды. Мы наблюдаем с вами выход команд. Это уже официальный. Не на тренировку, а именно на поединок. Настоящий футбольный. Все по местам. Все работает так, как надо. Слушайте, ну прям до мурашек. Несмотря на то, что стадион еще не пятком, выглядит это просто фантастически. И все. Команды построились. И мы можем увидеть. У нас всех там. Это средство. Все те моменты, которые вы видите по телевизору, сейчас можно посмотреть прям практически вживую. Фант-сектор, бэкбол, смотрите. Ань, сейчас пойдем заставку. Ань, сейчас пойдем заставку. Блин, для меня это просто лучший футболист. Все, ребята, мы покидаем пробку поля. И желаем всем супер игры. Ух, это мурашек, просто мурашек. Что здесь творится? Какое световое шоу. Это просто восхитительное. Блин, камера не передает, ребята, глазами. Это просто пушка. Вот это и крада, ребята. Краснодар. Краснодар. Все готово к началу матча. Игра уже началась. Здесь как бы цель не игру показать в с почте по телевизору, посмотреть, поделиться с вами эмоциями. Вообще, как это все происходит. Да. Чаша стадиона. У меня ближайшее место. Очень круто. С комментаторами прикольнее, когда тебе говорят, кто кому там что передает. Или это просто привычка, потому что те, кто ходит на стадион, они, в принципе, все позиции игроков знают, кто где, с кем играет. И вот тот игрешь назад. Киев, вперед. Быкам надо выигрывать 4. 0, чтобы выйти. Это очень крутое времяпровождение тем, кто ходит на футбол. Блин, я теперь вас понимаю. Сюда на такие стадионы, как это. Ух ты. Вы слышите это? А-а-а, мимо ворот. Вы слышите это? Как эти перемещения смотрятся здесь в реале? Как это все быстро происходит? И вот они уже там, возле той стороны. И подача срывается угловой. Гол не засчитали, к большому сожалению. Первый. Но ворота мяч уже зашел. Правда, с нарушением правил. Слушайте, но эмоции прям очень крутые. Я еще попробовал пофотографировать. Сереге, спасибо. Получается прям прикольно. Отсюда и кадры, и снимочки такие прям сочно мощные. Все, посмотрите. Сразу вводится в игру. Мячик, рука. Слушайте, рука. Я уже до сюда комментирую, что тут происходит. О, идет мячик к нам, ребята. Вот оно все. Входят ЦСКА. Зону. И давай, прям меняй. Пинай сюда. Ого, еще раз. Ты смотри, что делал. Лиза боковая. Даже не на угловой. Красавчик. Ого. Ого, за что? Я не виноват. Я просто лег полежать. Слушай, вот это круто. Вот это эмоции. Будут разыгрывать. Жаль-ка, что не подывать. Но все равно там готовятся, ребята. Вот вам момент прям. Не знаю, с первых секунд. Что-то он близко стоит. Уберите его. Он нам не нравится. Подвинься. Вот такого карася поймал. Да, да, да. О. Слушайте, фан-сектор ЦСКА-то тоже поменял. И выбили. Молодцы. Такие вот моменты. Потом они еще друг на друга кричат, что плохо лежали. Хов гонят вперед, ребята. Слышите, как стадион. Быки. Причем, слушай, я не понял, почему здесь сзади... Слушай, а почему здесь сзади про быки кричат? То есть тут ЦСКА мало приехали. Продали дистанционно на билеты. Круто. Стадион, кстати, все больше и больше наполняется. Людей было мало и казалось мало только из-за того, что просто нереальные пробки. Я 30 километров ехал полтора часа. Это жутко. Правильно сказать, что я 3 километра ехал в час 20. Так, подача. Как это смотрится, ребята. Прямо когда возле тебя все это происходит. Выбил дальше. Улетел. Ну, опять все. Еще одного пнули. Опять лежать будет полчаса. Чуть быкам не прилетело. В то время, как стадион скандирует. Нужен гол. Быки. Но быкам надо выиграть 4-0. Гостя в ЦСКА проиграли 3-0. И здесь им надо побеждать. С таким крупным счетом. Знаете, на телеке все по-другому смотрится. Вот реально. Так, помощь вроде бы не понадобилась. У нас вся игра происходит сейчас вон туда дальше. На той половине поля. И все самые интересные моменты как раз таки разворачиваются. Именно там. Ну, чтобы смотреть футбол с такого ракурса. Тоже надо привыкнуть. Потому что там сверху ты видишь. Да, как там все бегают. И как мы привыкли по телеку. То есть там передача. Понимаешь. Все. Тут у тебя все как бы в одной плоскости. И тебе надо разворачивать это в такую 3D-картинку в голове немножко. Интересные ощущения. Особенно вот когда на второй половине поля играют. И, 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 и. Давай, 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 давай. Слушайте, стадион сразу. Е! Или нет? Нет. Акинфеев взял этот удар. Ну, надеюсь, мы дождемся. 0-0. Играть остается всего лишь 6 минут. И Акинфеев опять всю малину обломал. Сразу же резкий вывод. И ЦСКА выходит от обороны. Может быть, посмотрим как раз таки. Здесь. О, совершенно один. Слушайте, ну, конечно, вот здесь вот сейчас видно, как там чел совершенно один стоит. Да, о, 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 вынес. И мяч улетел. Вот так вот бывает, ребят. Ничего тут таки возвращается. Так, сейчас будет угловой подача. Мячик уже возле главного флажка. Идет футболист, подавайте. Ну, вот прям интересно. Во, во. Посвистывается, видишь ты? По таким прессингам футболист подает. Во. Вот это пушечка. А-а-а. А-а-а. Что это было вообще? Сколько всего мы не видим, ребята, по телеку. То, что он демонстрирует. Я вот тут все эти эмоции. Они, блин, знаете, там показывают какие-то в замедленном самые яркие, которые успели заснять. Здесь на эту всю картинку даже на той стороне поля смотрят. Что он тут падает. Блин, это нереальная атмосфера. Это очень классно. Я хочу сказать, ходите на футбол. Если у вас есть такая возможность. Это круто. Так, смотрите, под конец тайма осталось играть совсем немножко. Три минутки нам добавили. Бокс. Смотрите, сколько людей уже на собиралось. То есть потихонечку все доезжают и успевают посмотреть футбол. На верхние ряды, по-моему, вообще полностью заполнен. Все, тайм закончен. Все, сейчас разминаются ребятки, которые на замене. Команды ушли уже в под трибунное помещение. Мы идем до Рубика сфотографироваться. В общем, с Рубеном мы сфотографировались. А сейчас пойдем попьем кофе. И здесь еще, кстати, вам показали. Это фанатский сект. Там мы все поразбегались. Народа очень много. Наши люди здесь тоже. Это очень приятно. Вот, кстати, машинка, на которой травмированных ребят именно увозят. После матча кофе. Кофе есть, чай есть. Это хорошо. И народ потихонечку подтягивается. Потому что там сейчас попить кофе, наверное, просто нерене с такими количествами людей. Ну это, друзья, мы смотрим с вами на стадион. Уже за полными болельщиками. Сейчас просто перерывчик. Немножко ребята разбежались по сторонам. Увидеть это прям очень круто. Столько народа. Столько шума создают интересного. И особенно те, кто в атрибутике, прям прикольно смотрится. Матч начался. Но теперь по пять идет возле тех ворот. Теперь в начале матча начала ЦСКА поддавливать быков. Краснодар вперед. Давай. О! Здесь играет уже Акинхеев на воротах. Теперь мы уже, так сказать, более интересную игру можем увидеть. Вау! Слушай, ты. Когда тут возле воротца движуха идет, Акинхеев устанавливает стенку. Слушайте, я не думал даже, что я такое вижу. Вживую. Тут тот момент, когда хочется смотреть. А не хочется снимать. Так, Акинхеев устанавливает стенку. Готовится удар. И последние секунды перед ударом, друзья. Свисток арбитра. Футболисты пытаются обмануть. Обмануть. Мамут. Гоу! 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 Ху-ху! У-ху! У-ху! Фантастика, друзья. Все. Вот это да. Я смог это снять. Это было бомба. Ну, теперь быки будут давить еще больше. Давайте, ребята, вперед. И еще. Гоу! Кричат болельщики. Ну, это была фантастика. Такое заснять. То есть, это прям должно было очень повезти. Акинхеев недоволен. Пропустился стандартом. Итак, очередная атака на ворота Акинхеева. Все теперь гонят быков вперед. Чтобы показать еще как можно больше, как говорится, мастерства, больше голов. И-и-и-и-и-и. Ну, давай-давай-давай-давай. Еще один нам супер-гол. Юра пришел. Короче, смотри, как дубки будут отыгрываться. Вот 1-0 уже как-то интересно, да, смотрится. Уже Акинхеев в это время разминается. О-о-о-о. Давай. И-и-и. Если бы там кто-то был. Кстати, интересно смотреть. Вот этого не видно вообще в матчах, как Акинхеев постоянно себя подтягивает, растягивается. То есть, не стоит просто так. То есть, постоянно какие-то движения делает, чтобы тело было разогрето и готово в любой момент отреагировать, так сказать, на удар. Как бы видно, с телека, думаешь, там вот-вот-вот сейчас. А тут как бы понимаешь, что тут есть шанс или нет шанса. Посмотрите, быки опять разгоняются в атаку. Стадион. Что делает стадион? Это какая-то нереальная просто обстановка. Завалилось все. Отвечать перестали. Но просят, просят. И разворот давай. Бей, бей. А тут бить куда? Все перекрыто. Слушайте, перформанс. Что делать стадион? Вот-вот-вот-вот они прям рядом с вами. Так, я-то выдвинул и забрал. Видите, эти эмоции все просто от игроков. Это, конечно, нечто. Еще раз, еще раз в свободную зону отдали. Реально, блин, как это прикольно вживую смотрится. Реально телек вообще не так. ЦСКА пытается что-то там кричать. Только какой-то перехват бэков и все. Стадион глушит их просто. Скоростя-то вообще неплохие такие, да? То есть реально по телеку смотришь, что футболисты ходят. Здесь беготня. Туда-сюда секунды просто. Знаете, я футбол перестал смотреть, когда Шайн сказал, говорит, а что вы там от нас ждали? Мы вам что-то обещали, там что-то должны. Я тогда вообще прям забил на футбол. Блин, мне так обидно стало. Цените футболисты-болельщиков. Потому что, блин, это круто. Здесь это вообще другое. Краснодар. Давай, 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 давай. Есть. Уф, уф, уф. Ай! Вот это да. Вот это момент еще, ребята. Чего не хватило чуть-чуть дожать. Ну, еще, еще, еще. Второй накат. Навал. Давай, 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 давай. Смотрите. Шпок. Ах. Два касания. Мяч улетел за пределы штрафной. Какая она маленькая, эта штрафная, на самом деле. Опять атака. То есть, и как все быстро происходит. Вот, реально, здесь совершенно по-другому все выглядит. Опять мяч улетел через меня. Только что был супер момент. И стадион взорвался. Но Кенфеев отбил его. Жалко. Камера долго стесняла. Включалась. Я батарейку менял. Блин. Просто фантастически, смотрите. Огонечки позажигались. Это люди подключали свои телефоны. Поддержку Краснодара. На камеру, честно, оно не так смотрится. Как же круто звучит стадион, когда быки подбиваются к воротам. Это просто взрыв какой-то сверх эмоций. Краснодар. Стадион. Заводят мужики, которые все сзади меня. Они поливают матом всех, короче. Это топ-контент вообще. Слышь ты это. Как свистит стадион. Это что-то нереальное. Я когда раньше слушал комментаторов, я их особо не понимал. То, что они говорят. Просто ты купаешься в этом звуке. Ни одни динамики не передают. Так, что-то тут прилег один в ЦСКА отдохнуть. Ну и что им? Осталось доиграть в 14 минут. И все. Поддерживают, поддерживают зрителя. Осталось еще 15 минут. Смотрите. Вот ребята разминаются. Все, игра у вас обновилась. Кам надо идти вот так вот. ЦСКА свистывают вот так вот. Армейцы приехали. Вроде бы тут что-то два мяча. Ну как вы там с 9 минут пропустили. Поиграйте нормально. Не, они все прилегли поспать. Вот они вот для нас. Ох, как отлетел. Слышите, ну тут просто. Слышите, идет стадион. Вот так вот. И эмоции. 90 минут позади нам добавили еще 5. Надеемся, что какие-то моменты все-таки Краснодар сможет создать. Но 1-0 это не тот счет, ради которого я сюда приезжал. Ну хотя бы, да? Даже один гол посмотрели. Это уже прям восхитительно. Только не в те ворота должен гол. Карасев замечает. Ну все, матч ребята закончен. Быки выиграли этот матч. Но по сумме двух матчей проиграли. Победа. Это было очень круто. Это было интересно. Это было даже восхитительно. Я могу сказать вам, что это были самые сильные эмоции, которые только переживаешь, когда видишь столько людей, которые пришли посмотреть на этот матч и увидеть, как Краснодар победил у себя дома. 1-0. Ну жалко еще раз говорю, что по сумме двух матчей они, по всем сожалению, проиграли. Вот заставочка бомба смотрится. Так вот, ребята, пошли там попрощаться, подорваться, так говорится. Пожелать всем удачи. Ну, это было круто. По-другому не сказать. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Включите обязательно ваши отзывы. А вам как? Краснодар, молодцы. Быки, вперед. Вперед, быки. Вперед. Вот так вот, флоткаться с мальчиком. Нет там, дайте, 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 дай, 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 получается, между собой. Все, ребята. Мы уходим по трибунное помещение. Туда выходит команда. Вообще, можно было еще остаться, посмотреть, как будут команды идти в автобус, там взять интервью. Народ расходится потихонечку. Вот был окончен. Теперь пробочки краснодарские для того, чтобы доехать до дома. И здесь на улице народа еще больше в Краснодаре. Просто толпа. Вау. Очень круто это смотрится, когда столько людей одновременно. Ты отвыкаешь уже от всех этих движуй. Вот так вот, с флагами.